У половины российских дошкольников выявили проблему с весом. Жир, соль, сахар, бич 21 века. По статистике, почти половина дошкольников в России, дети 3-7 лет, имеют проблему с весом. При этом более 12% страдают уже выраженным ожирением. В Ленинском округе только за январь текущего года с этой проблемой к медикам обратилось уже двое детей. Что с этим делать и как привить детям любовь к здоровой еде, пыталась выяснить моя коллега Елена Семеновичева. Пищевые привычки у детей формируются с самого детства, в кругу семьи. Именно поэтому Ирина, несмотря на свою занятость, старается продумать рацион своих детей самым тщательным образом. В их доме не бывает полуфабрикатов, фастфуда и консервов. Под запретом жирное, жареное и острое. Ирина готовит исключительно из натуральных и полезных продуктов. В первую очередь, это, конечно, мы начинаем с завтрака. У меня принцип такой, что дети в школу без ложки каши не должны идти. То есть у нас на утро всегда это каша. Чаще всего овсяная. Следующий такой большой этап, это, конечно, обед. На обед у нас также есть принцип и обязательные условия – это суп. То есть мы ушли от пельменей, просто какое-то второе. То есть разрешено на обеде даже второе не есть. Но главное – тарелку супа должен каждый день съесть. Ну, на ужин мы стараемся также легкое мясо, овощи. Ну, если вот у меня младший очень любит макароны, то есть я стараюсь тогда покупать макароны с твердых сортов пшеницы и готовить. Конечно, стараемся что-то вкусненькое, но вот именно с диетическим мясом, либо с овощами. То есть это могут быть ленивые глупцы, это может быть и плов с курицей. То есть мы стараемся разнообразить, в принципе, конечно, наше питание. Но вот все-таки следим. У нас почти не бывает жареного. То есть фритюр у нас, в принципе, исключен. В отличие от многих сверстников, сын Ирины Михаил питается не только правильно, но и по режиму. Мальчик любит супы, молочные продукты, мясо и фрукты. И в таком юном возрасте он довольно неплохо разбирается в основах здорового образа жизни и знает, какие продукты полезны, а какие могут навредить организму. Фрукты, овощи иногда есть сладкое, но вредное это всякие чипсы, сухарики. Они все вредные. Сильно газированные, например, как Кока-Кола, Спрайт, Пепси. Там все вредно. К организации питания детей так ответственно подходят не все. Ведь гораздо проще отрезать кусок колбасы и дать ребенку, чем запечь курицу, а потом филе, помидор и лиц салата положить на хлеб из-за трубе и предложить малышу здоровый бутерброд. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2014 году страдало около 41 миллиона детей в мире до 5 лет от избытка массы тела и ожирения. Данные Российской Федерации, они немножко более новые, от 2016 года. Данные у нас идут по детям от 12 до 17 лет. Вот из этой категории детей около 2,7 миллиона детей страдают избытком массы тела и ожирением. И именно ожирением из этой категории детей из 2,7 миллиона страдает полмиллиона детей с ожирением. Ну и в нашем округе в течение последних трех лет по обращаемости в Центр здоровья для детей регистрируется в среднем от 2,5% до 3% детей именно с ожирением и избытком массы тела. За последний месяц, вот за январь, с начала года у нас обратилось 2 человека с ожирением детей до 15 лет. Чтобы развеять сомнения и понять, есть ли у вашего ребенка данная проблема, можно использовать нехитрую формулу. Число полных лет малыша нужно умножить на 2 и прибавить 8. Например, мальчик в 2 года при росте 88 сантиметров должен весить от 13 до 15 килограмм. Но важно понимать, что эти расчеты приблизительны. Поставить точный диагноз сможет только врач. Поэтому, если есть сомнения, обратитесь к специалисту. Ведь лишний вес чреват серьезными последствиями. Это неблагоприятное воздействие на желудочно-кишечный тракт, огромная нагрузка на поджелудочную железу, которой необходимо вырабатывать ферменты и гормоны для усвоения огромного объема жирной пищи и продуктов, содержащих углеводы. Также у ребенка чаще всего развивается плоскостопие, вплоть до нарушения осанки и в крайних случаях сколиоза. Ребенок может испытывать регулярные головные боли, недомогание, усталость, плохое усвоение материала в школе. Соответственно, это ведет к замкнутости в себе. Опять же, негативно-психологический фактор подключается и происходит, так сказать, замкнутый круг. То есть ребенок ищет удовлетворение и положительные эмоции именно в заедании своих стрессов и неудач. Определить процентное соотношение жира, воды, костной и мышечной ткани в детском организме помогут специалисты городского центра здоровья, которые работают на базе детской поликлиники. Здесь же определяют антропометрические данные и исследуют функцию дыхания. Если в процессе исследования будут выявлены какие-либо нарушения, ребенку и его родителям дают направление к специалистам детской поликлиники. При необходимости проводится до обследования и назначается комплекс лечения. Там определяют, за счет чего лишняя масса. Или же это нарушение водного обмена, или это нарушение жирового обмена, или это просто мышечная масса, то есть это хорошо подготовленный спортсмен с хорошими бицепсами. Если там предварительно специалисты центра здоровья, педиатр, выявляют отклонения и дают рекомендации. По здоровому питанию, по физической нагрузке. И обязательно дают рекомендации обратиться к специалисту. То есть с ожирением должен работать специалист-эндокринолог. У нас эндокринолог есть в детской поликлинике. Если проблема с лишним весом все же существует, то не стоит тянуть с ее решением, советуют специалисты. Стоит незамедлительно обратиться к доктору. Но врачи напоминают, менять образ жизни и бороться с недугом придется не только маленькому сладкоежке, но и всей семье. И только тогда можно будет добиться нужных результатов.